Добрый день! Сегодня к нам попал в обзор Hoover 413 с инверторным двигателем глубиной почти в 70 сантиметров. Вот его модификация Hoover DMPH 313AH. Мощностью 1600 Ватт. Вот идет его стандартная комплектация, инструкция, шланг и емкость для жидких средств. Люк довольно-таки большой и ручка, я вам скажу, что надежная для этой серии, которая почти ломаться никогда не будет. Вот. Бак расположен под небольшим углом, что позволяет белью потихонечку в процессе переворачивания еще смещаться с дальней части в ближнюю. Также, если вы заметили, он еще перфорированный. Так, давайте его немножечко разберем и посмотрим, как он здесь в комплекте. Уровень шума у него 51 дБ. И по заявлению производителя, 113 килограмм белья в него можно загрузить. По сути, если мы очень аккуратно посмотрим на наклейку, то вот здесь вот мы увидим реального производителя. Это Candy или Candy, как ее называют. Внутри это та же Candy. Сейчас мы ее разберем, я вам покажу. Вот как она выглядит у нас изнутри. Транспортировочные болты еще не сняты. Вот. Бак автоматически сделан еще под возможность сушки. Стандартная бетонная плита сверху. Бак пластиковый, не разборной. Но если мы посмотрим, толщина шва очень большая. Поэтому в Украине, в России ребята уже давно-давно пилят такие баки. И эта толщина шва позволит с легкостью поменять подшипники, которые загулят у вас через 5, 7, 8, 9, 10 лет, в зависимости от режима эксплуатации. Бак у нас крепится на четырех пружинах. Раз. Два. Ой, извините, на трех. Вот третья пружина повышенной мощности. Вот. В резинку в стандартной комплектации. Вот. Даже она идет еще тоже под сушку. То есть, как они в 13-килограммовую модель еще с грузом собираются воткнуть сушку, честно говоря, не знаю. Замочек вот, типичный для Канди. Ну и, в общем-то, ее плата. Силовая плата инвертора находится внизу. Давайте мы ее запустим. Все управление сенсорное. Стандартная программа. Все в одном, 20 градусов. 1000 оборотов. 60 градусов. 2,25. Всегда, в принципе, можно добавлять опцию быстрой стирки. Вот. 1,50. 2,25 стандартная. И 3,03. Длинная программа. Есть также программа все за 59 минут. Но она ограничена 40 градусами. На сайте производителя написано, что 60 градусов и 59 минут. Это неправда. Такой программы здесь нет. И увеличить градусы, смотрите, здесь невозможно. То есть промышленная программа 60 градусов, 60 минут, которая идет в промышленных стиральных машинках, здесь нет. Время здесь менять на этой программе тоже нельзя. Естественно, есть отдельные программы. Быстрые 30, быстрые 15, быстрые 15, быстрые 14 минут. Вот она, 14 минут. Катон стандартный до 3, почти до 4 часов, но 1400 оборотов. Смешанные ткани, деликатные ткани, ну и шелк, и шерсть. Также отдельно есть опция полоскания. Кому, кто любит стирать на быстрых программах, вот действительно есть программа. 30 градусов, 30 минут. Можно даже ставить 20 градусов. Естественно, на каждую из программ вы можете выбирать обороты отжима. Если вы ставите все при 20 градусах, то максимальная скорость отжима 1000. Если это стандартный катон, то 1400 градусов вы можете поставить. Также можете добавить кнопку легкая глажка. Это в конце программы стирки. Она еще будет немножечко вращать барабан, и белье будет не такое мятое. Можете добавить кнопку еще дополнительное полоскание. Вот здесь добавляется плюс один, плюс два и плюс три дополнительных полоскания. Из опций вы можете выбрать, я не знаю, здесь видно, предварительное полоскание, антиаллергенная стирка и режим ночной стирки. То есть она будет отделаться очень-очень-очень тихо, что вы даже не услышите. Ду-3. Что у нас внутри? Стандартное отделение для основной стирки, ополаскиватель и предварительная стирка. Какой бы хотелось подвести итог. Машинка, в принципе, очень неплохая, учитывая, что у нее загрузка от 12 килограмм и бак сделан довольно-таки надежно. Из минусов могу сказать, что здесь, конечно, реальных 13 килограмм нет, а будет 9. Потому что здесь бак не такой уж-то большой, и хоть они и пишут 13 килограмм, но это идеально сложенного белья, ХБ, очень сухого. И, честно сказать, в качестве стирки полностью загруженной машинки в 13 килограмм вы будете не очень довольны. Радует наличие быстрых стирок 30 минут и 14 минут. Также все за 59 минут с отжимом в 1000 оборотов и 40 минут. Это действительно неплохая программа, которой будет пользоваться большинство домохозяек. Бак сделан довольно-таки качественно. Люк, если мы посмотрим на крепление люка, то его сломать и оборвать будет очень проблематично. Потому что мы видим, что здесь идет по два болта, которые его крепят, плюс металлическая часть. То есть даже ребенок, теоретически, если на нем повесит, то не сломает, в отличие от горения, где чистый пластик. Сам люк довольно-таки большой, немножечко меньше, чем у Самсунга, сама резинка, но белья сюда залезет много. Количество ребер жесткости 3, стандартно. Если мы еще заметим, то ребра жесткости здесь имеют большую высоту, здесь меньшую, для того, чтобы белье могло с дальней стенки перетекать на переднюю. И из-за этого качество стирки будет заметно улучшаться.